Микс Ньюс Мировые премьеры Блокбастеры Голливуда Все тайны и секреты кинозвезд Билеты на лучшие фильмы Но за искусство Программа «Синема» Поехали Ну что он сказал, поехали Махнул рукой Добрый вечер, уважаемые слушатели, киноманы, синефилы Олег Пеков студии Это программа «Синема» Сегодня в нашей студии Наталья Алексеева Продюсер, организатор всевозможных мероприятий Добрый вечер, здравствуйте Добрый вечер И мы поговорим, наверное, ну вот вспомним эпоху 90-х годов Может быть у наших слушателей будет что-то, что вспомнить Какие-то интересные приметы времени Можно звонить будет в студию 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 и 2-3-0-6-61-91 Это номер WhatsApp, где можно тоже присылать Мы попробуем вспомнить эту эпоху видеосалонов, видеопрокатов И того, с чего начиналось Но я думаю, что для начала нужно, наверное, зайти немножко даже пораньше В советскую эпоху И для наших, может быть, молодых слушателей объяснить, что раньше ведь возможности посмотреть кино, кроме как в кинотеатре, ну у советского человека вообще не было Не было Абсолютно И можно было посмотреть, ну были кинотеатры повторного фильма, где что-то показывали Ну вот если фильм не самый новый, но что-то можно было еще раз его посмотреть По телевизору я помню, что люди ждали там чуть ли не месяцами, чтобы что-то показали Ну у нас-то телевидение вообще как-то было все время очень политизированное и спокойное Или там новости, или какой-то концерт, прямой эфир какого-то спектакля И на этом все Если какой-то детектив показывали, ну это уже просто праздник И на улице никого не было, даже котов Коты сидели, смотрели этот телевизор Но у нас очень хорошо кинопрокаты работали У нас были все свежие фильмы, у нас были все фестивальные фильмы Ты покупал билеты, шел на два фильма одновременно Это были такие недели, два раза в год можно было ходить Очереди стояли длинные, и ты мог посмотреть вот то, что смотрит весь мир Это хорошие фильмы были, которые получили призы, которые получили награды с хорошими актерами И те, кто интересовался этим, ходил Я не могу сказать, что я интересовалась, но я попала как раз в эту эпоху В то время, когда меня все время молодые люди куда-то приглашали Мороженое Мороженым я наела такую попу, что она не влезала уже ни в одну юбку Поэтому я перешла на кино И так как я была общительной со страшной силой То я почковала просто этих молодых людей Мобильников не было, поймать меня, где попало было нельзя И я с ними разделяла чуть ли не дни И точно знала, какой фильм я смотрела Потому что я записывала в блокнотик, чтобы второй раз на него не попасть И диктовала, что вот это я видела, а вот на следующий фильм можем сходить У меня за время, пока я ходила в это кино Пока я училась в университете По-моему, было подсмотрено чуть ли не полторы тысячи фильмов Это в кинотеатрах? В кинотеатре Ну, ходить больше было некуда Это на самом деле так и есть Я могла ходить кругами по парку, но когда шел дождь, надо было сидеть в кинотеатре И не сидела на последнем ряду и не облизывалась ни с кем Но я смотрела эти фильмы, даже запоминая, кто играет, как Я впитывала вообще все И все фильмы с Пилером Ришаром могла смотреть по 20 раз И Укол зонтиком, по-моему, посмотрела 43 раза Я не буду говорить, сколько раз я посмотрела бриллиантовую руку Но я помню не просто каждое слово, я помню каждый жест И что будет вперед покадрово Просто вот, что называется, пофреймово И мои фильмы, которые я видела И не про классику, или какие-то боевики, или что-то У меня не было, когда я маленькая была, предпочтение К какому-то определенному жанру фильма Но все равно мое ощущение, что Как бы знакомство с кинематографом прошло через несколько фильмов Через просмотр нескольких «Горькая луна» Поланского Его в кинотеатрах показывали Да, его показывали в кинотеатрах Потом был такой фильм, как раз, который Это первое мое посещение видеосалона Назывался «Челюсти» Самое интересное, что была первая часть «Челюсти» Это Спилберга настоящий Это Спилберга фильм был, да Все остальные части, это жалкая пародия Какое-то, я даже не знаю, как это обозвать Но, тем не менее, они право на жизнь имеют, раз их показывают И был еще такой фильм «Полет над детством кукушки» Он в кинопрокате шел с этим названием «Полет», не «Пролетая над детством кукушки» А «Полет над детством кукушки» Вот, ну, по-моему, Милыш Форман Милыш Форман, да И вот, я не знаю, как я умудрилась три раза посмотреть «Полет над детством кукушки» Наверное, это было какое-то садо-мазо со мной Происходило что-то внутри Я вообще одна покупала билеты Шла на этот фильм Вот, он шел неделю, я помню У меня возле дома кинотеатр был, и я А какой кинотеатр? Югла На югле был кинотеатр Я ходила, садилась, смотрела Я становилась умней, шире, больше, насыщенней, тяжелее мыслями Как-то я по-другому начинала видеть мир Я вот не знаю, почему через этот фильм «Горькая луна» для меня был фильм просто как Я не знаю, познание психологии человечества Но «Горькая луна» это был разве кинопрокат, или это когда в кинотеатрах уже ставили видеопроектор и показывали видео? Потому что был и такой момент Я думаю, что это был в какой-то 92-м году этот фильм, что ли Но тогда, мне кажется, что уже все-таки кинотеатры просто переходили на такой странный полулегальный тоже прокат Это был совершенно легальный просмотр, возможно, это было... просто у нас же была эпоха, когда кинотеатры вообще пропали А потом они как бы снова новую жизнь получили в том виде, в каком мы их сейчас видим «Горькую луну» я смотрела просто в кинотеатре, сидя на столе, он назывался «Палладиум» В нем я его и видела, этот фильм Я вот сейчас не могу сказать, это был не видеопрокат Хотя, может быть, судя по времени Мы, в принципе, как раз приближаемся к тому моменту, может быть, в 80-е годы, когда стали появляться видеомагнитофоны И вот это ведь была революция, то есть до тех пор советский человек мог видеть только те фильмы, которые закупались официально в Советском Союзе Более того, там ходили все время слухи, что что-то вырезали из этих фильмов Я помню, что ребенком еще, вот мы все обсуждали в школе, что порезаны фильмы Те, кто смотрел их где-то каким-то образом на фестивалях, объясняли, что вот здесь вырезали эротические цены Вырезали Вырезали, например, в фильме «Откройте полиция» отрезали финал, где мошенники оставались с деньгами То есть нельзя было, надо было показать, что посадили в тюрьму Куда же И еще там какие-то были, ну вот моменты, а тут вдруг видеомагнитофон позволял человеку посмотреть кино Ну вот, может быть, в этот момент Шаг в мир другой Да, шаг в мир, но самое главное, откуда появлялись эти видеомагнитофоны и видеокассеты Ну вот видеомагнитофоны, я самые первые, я это время, я два раза сходила в квартиры, где были видеомагнитофоны Где были частные просмотры, люди эти видеомагнитофоны привозили из моря С моря, те, кто плавал, у нас портовый город, и не секрет, что это самый простой способ был получить этот видеомагнитофон Потом пошло какое-то время, и начали они продаваться в определенных местах просто за государственные деньги Это через Латпотребсоюз можно было приобрести, и, не знаю, за какие-то заслуги получить, награду Там на каких-то конкурсах, я не знаю, что-то такое было продвинуто вот с этой темой И можно было, моряки привозили, сдавали просто в комиссионные магазины И там ты мог за каких-то 10 тысяч купить Причем 10 тысяч стоил японский телевизор, видеомагнитофон стоил 12 Он стоил дороже, чем телевизор Я свой первый видеомагнитофон купила в 80, не знаю, может быть, пятом Пятом? Нет, не пятом В 88-м Ну да, потому что пятый еще год Я купила его, да, через Латпотребсоюз, и когда я его включила в сеть, он сломался То есть он не то что сломался, из него пошел дым, я вообще не знала, как его включать Но он не работает, то есть что-то мырк-мырк, потом что-то и дым пошел Я его выдернула, я работала в школе, преподавала русский литературу Пришли, я говорю, дети, дети, знаете, такая тема у меня Нет ли у кого-нибудь знакомого, который чинит видеомагнитофоны? Один мальчик говорит, вы знаете, у меня есть, у меня брат работает, у меня есть Месяц, наверное, я пыталась получить, то есть контакт этого есть Видеомагнитофон стоял, не работал Когда я уже это получила, я начала звонить этому умельцу, чинить видеомагнитофоны Что в этой ситуации, когда их нигде нет, где же найти того, кто его чинит, если никто не умеет это делать Кое-как я его нашла, когда я уже открыла дверь Вот я почему про это так долго рассказываю, потому что за этого человека я вышла замуж И у нас двое детей прекрасных, уже выросших И давно это было, вижу таких два больших синих глаза И он говорит, ой, надо его с собой забрать, потому что я не понимаю На самом деле он мне сказал, что он понял, что магнитофон не работает Блок питания там полетел, потому что я еще его когда включила, еще и подержала И там что-то там не законтачило, оно все сгорело, поэтому и дым шел Он пытался там найти, к тому моменту, как он нашел, как это все чинить Я уже нашла, как его поменять, поменяла, получила этот магнитофон С этого началась моя эпоха знакомства с этими фильмами Юра вот приносил мне, мой муж будущий, приносил мне смотреть эти кассеты Я смотрела их пачками, причем я помню, когда-то спрашивала периодически, о чем этот фильм Он мне принес фильм, он назывался «Муха» Две части Голблем, что ли, не было? Да, Джефф Голблем, а Дэвид Кроненберг – режиссер Я помню этот фильм, меня подташнивать начинает сразу И он мне сказал «Фильм о любви», мы с мамой сели смотреть этот фильм о любви И ведь не соврал Не соврал, вот не соврал, фильм о любви, нет вопросов, да И, ну, то есть помню свои ощущения, главное ощущение моей мамы Это я тоже помню Он говорит «Наташа, ты собираешься выходить замуж за этого человека?» Он же нас обманул И просто перед каждым, кто получал возможность смотреть эти видеофильмы Открывался тот мир, от которого он был как бы поставлен в искусственные такие условия И застрахован полностью Мы ничего не видели того, что видели за границей Мы не видели, чем интересуются, как снимают, во что одеты Какие машины Мы не видели не только того, что снято вот в какие-то там 5-10 лет Мы не видели те фильмы старые, которые сняты 50 лет назад Ну, хоть к этому-то доступ какой-то должен был бы быть Мы познакомились с Фивьен Ли «Унесенные ветром» Когда к нам зашли на прилавок книжки с фотографиями из фильма внутри Как иллюстрация к этой книге На самом деле это было просто фото Остановленный кадр, фото из фильма Поэтому Скарлетта Хара и Вивьен Ли Это что-то такое одинаковое Но именно через фильм пришло это И мы этот фильм посмотрели Когда? 90-е годы пошли Ну, да, конец в 80-х, начало 90-х Но ведь я очень хорошо помню Где можно было легально взять фильмы Были специальные такие пункты видеопроката И что самое смешное, я очень хорошо помню Что первыми шли в этом списке Броненосец Потемкин, фильм Чапаев И затем, значит, какие-то советские фильмы Про председателей колхозов и так далее Предполагалось, что люди начнут смотреть на видеомагнитофонах Именно на такую продукцию Но абсолютно ясно, что люди хотели смотреть совершенно другое Хотели смотреть развлекательное кино, боевики, мелодрамы Ужасники и прочее И вот этот момент ведь был очень быстрый Когда появились видеомагнитофоны Появились фильмы Люди вдруг понимали К ним начинали приходить желающие посмотреть это кино И человек волей-неволей понимал Что, в принципе, если взять с этих людей по рублю То, в принципе, уже что-то Уже окупаешь-то эти фильмы В общем, была ситуация У нас никто не в Риге Не видел того места, где можно было согнать фильм на ВХС-кассету Эти ВХС-кассеты с так называемыми оригиналами Закупались на рынке в Москве Рынок назывался Горбушка Садишься в поезд, поехал, закупил Ну, дороговато так Дороговато Если для личного пользования Дороговато Но если для личного пользования Это надо быть ненормальным Чтобы ездить на Горбушку, закупать А те, которые ездили на Горбушку, закупали Они делали, тиражировали копии Либо дома Поначалу это было, когда у кого-то редко У кого был видеомагнитофон Они звали домой Ставили эту кассету Все смотрели Несмотря на то, что даже в аренду Эта кассета стоила 20 рублей Аренда за сутки Аренда за сутки То Если ты набираешь на 3 часа 20 человек И даже если они тебе просто по рублю дали То ты уже купил эту видеокассету Следующие 3 часа у тебя чистая прибыль Следующие 3 часа И это никогда не стояло Хозяина дома вообще в принципе не было Была какая-то девочка, которой тоже рубль платили Которая дверь открывала, запускала, пропускала Людей этих ловили В КГБ таскали Трясли их, где они взяли эти кассеты Почему у них что-то там не обложилось Каким-то налогом Но эти дополнительные заработки Которые пытались остановить Поточные просто Они возникали из-за того, что была лазейка Где-то это взять Это была потребность человека Увидеть что-то больше, чем тебе показывают Откройте дверь Разрешите действовать А не тормозите на входе Просто это же невозможно удержать А ведь это было невозможно Потом начали завозить видеомонитофоны Начали их закупать Массово где-то Выезжая за границу Открылись эти границы Все завезли эти видеомонитофоны Прицепили их к старым телевизорам И вот она картинка Видеомонитофон это система ПАЛ Наш телевизор Система СИКАМ И привет, ты ничего не видишь Или в черно-белом варианте Черно-белое Вот все Я так смотрел первые фильмы Я был уверен, что «Грязные танцы» Это черно-белое кино Да, нет, оно не черно-белое Существовали как раз Маленькие платы Которые я паяла сама И паяла там еще человек пять Которые То есть я не такая умная Мне показали, как паять Поэтому там ничего сложного не было Запаять можно было За час одну плату Эти платы потом вставлялись В телевизор Это стоило примерно Одна плата с посадкой В телевизор 110 рублей Поставили у тебя цветное кино Боже, деньги просто в мешках от магазина «Ремина» Условно там «Ремина» еще не было Но в мешке Просто ты обкатываешь людей Десять часов ставишь платы Вот все это скидывается Покопеть Никто не помнит, где ты их брал Куда мешок повесил До сих пор, помнишь, я поела в Макдональдсе Вышла и думаю А где же этот мешок? То есть мы там С деньгами С деньгами Вернулись назад Мешок валяется в углу Думаю, боже, вот же прелестные люди Вообще ничего не взяли И не выбросили Но то есть время было такое удивительное С течением времени Эти частные прокаты закрылись По той причине, что Начали открываться совершенно официально Прокаты, за которые можно было Обложить налогом И где можно было в прокате взять эту кассету Мы занимались не прокатом видеокассет А тем же, чем занимались до этого Закупали оригиналы Закупили видеомагнитофоны в стойку И делали тиражирование Этот бизнес Поначалу года три Нельзя было ни с чем обложить Никак его наказать Потому что никто это не афишировал Стоит у тебя в каком-то арендованном помещении У нас гостиница была Там рядом с домом В стойку 10 магнитофонов Первый ты вставляешь оригинал Нажал play Вторый соединил по три Транскодером Чтобы сигнал шел только на три кассеты Иначе он теряется На последней кассете Ни чертовидно не будет И ты делаешь тираж этих видеокассет То есть с одной кассеты 10 С одной кассеты 10 У тебя может получиться Если стоит транскодер По три Ну, их может получиться и 20 Если транскодеры дальше Транскодер соединяет первую кассету с двумя Сколько транскодеров стоит Столько по три кассеты ты подсоединяешь У тебя просто деньги уходят на транскодеры Смотря сколько ты продаешь Если писать эти кассеты день и ночь То в принципе у нас был очень большой объем движения Он требовал материальных вложений Они как-то эти материальные вложения компенсировались Никто не успевал контролировать Сколько пришло затраты, растраты Что это был сумасшедший дом Потому что у тебя каждую субботу Ты отправлял деньги в Москву Каждое воскресенье На субботу ты отправляешь В субботу закупают в Москве эти кассеты Заталкивают их в поезд Какой-то там проводницы Галя, Маня, пятый вагон С утра ты в воскресенье прибегаешь к поезду Выдергиваешь этот чемодан с этими кассетами Сумки там такие дорожные были Знаете, такие какие-то пластиковые В клеточку такую Авоськи Да, авоськи С которыми все катались Но ведь это все получалось на честном слове То есть нужно было отдать деньги вообще Да, на честном слове Людям, которые передают дальше Кто-то в Москве закупает кассеты, везет То есть это же Ну какой безумный риск И самое интересное, что риск к рискам Но за все это время мы занимались этим Вот если я сейчас правильно вспомню С 96-го года Я про себя только говорю Как я попала Я попала с первого дня И до последнего можно считать И я могу поклясться Что из тех людей Которые занимались этим Я была топ номер один Я, Юра с напарником Делали эти видеокассеты На них лежала техническая часть А я и моя подруга Мы стояли во дворце спорта И занимались продажей Я знала все видеопрокаты Которые были в Латвии У нас были те видеопрокаты Помельче Которые потом тиражировали И тоже в какие-то мелкие видеопрокаты Отдавали Это получается оригинал С него копия Она уходила И с этой копией Уже делали дальше копии Да, с этой копией делали копии Никаких транскодеров И все это расползалось И все эти фильмы смотрели Если бы это можно было Систему этот поток Как-то упорядочить То возможно бы денег было больше И было бы больше Ну как бы результативности И было бы больше порядка И можно было бы это обложить Какими-то правилами Но так как это как ком с горы летело То примерно оно как летело Так и прилетело То есть никто не понимал Как это можно контролировать Как можно контролировать Когда мы фактически Стащили фильм В который вложили Например там Не знаю там 4 миллиона в производство На выходе получили 100 прибыли И тут вдруг мы со своим тиражированием И потихой грусти Еще в этой постсоветской зоне Уже тогда мы с 91-го года От Советского Союза отделились Грузия делилась Потом мы делились Вот в этой ситуации Этот огромный поток Который уходил на Россию Неконтролируемых вот этих Где можно было бы этим американцам Заработать сумасшедшие деньги Ну да Ну а как они их заработали Ну они же И тут можно вспомнить И кабельное телевидение Где ну КС-видео Которое показывало Всю Бондиану там Вот можно вспомнить Что даже в России В Москве кабельное телевидение Показывало чуть ли не экранную копию Хищника Со Шварценеггером Это был жуткий скандал Потому что фильм только-только Вышел в Америке И получалось Что его по кабельному телевидению Но тем не менее показывали В кинозале снимали Да На камеры И тут же Сразу закидывали на кассету Эти экранные копии Тоже к нам приходили Считались оригиналом Вот приходят и говорят Это оригинал А включите пожалуйста звук Включаешь звук Где там Что-то тянет Потому что Когда переписываешь Это такой ужас был И смотрели люди Потому что Вот эта жажда Первыми посмотреть Первыми Вот эту картинку В том фильме Который еще вообще Никто почти не видел Он в прокат не вышел Так Более того Давайте вспомним Скандал с Фильмом Водный мир Кевина Костнера Который стащили С монтажного стола Еще Шикарная копия Кстати была Вот эта пиратская копия Самая Которая была Не новая Она была шикарная Потому что Это реально было Снято с рулона И еще Он не был смонтирован Окончательно То есть это был Даже еще Какой-то монтажный вариант Да там были Какие-то кусочки Подрезаны Потом он стал Короче на несколько минут Он все равно 2.30 шел Вот то что я Помню То помню Это была очень хорошая копия В отличие от копии С Ван Дамом Трудная мишень Ну об этом мы наверное Тоже поговорим Обязательно Но через несколько минут Да Мы продолжаем программу Синема И мы вспоминаем эпоху Видеопрокатов Видеосалонов Наталья Алексеева У нас сегодня В студии человек Который занимался этим Вот как это все происходило То есть вот Эти кассеты Кто приходил Их покупатели Какие были И вообще Как люди получали информацию Вот что Что посмотреть Потому что ведь Это сейчас мы знаем О каждом фильме Там вот актеры Режиссеры Тогда же это Это было вообще Какая-то совершенно непонятно Черный ящик Черный ящик Так и было Приходили кассеты Оригиналы Первые три года Приходили они без контроля Без всякого Оригиналы приходили В определенном количестве Из Москвы Ты вытаскивал Свою Там не знаю Ящичек Которые именно тебе Передавали Оригиналы выкупали В нашем городе Пару человек Но Часть из них Покупала Где-то пять кассет Какие-то Они были немножко Подороже И мы выкупали Всю партию Потому что мы работали На видеопрокат И понедельник Вообще у меня был Таким днем Когда я продавала Только видеопрокатом И тем Кто берет Полностью Весь приход Весь приход Был примерно Ну Самое начало Я не беру Там пару месяцев Когда это Стремительно подымалось И развивалось Примерно 20 кассет 16-20 кассет было Чтобы их закупить Ну Наверное Надо было Эти оригиналы Где-то была 20 долларов Одна кассета Поэтому Это твоя затратная часть Каждую неделю Ты отправляешь эти деньги Получаешь их назад То есть 20 на 20 Это Ну Примерно 400 Да Плюс Какие-то деньги Уходили на Проводника И какие-то деньги Уходили на того человека Который бежал На эту горбушку В Москве И как и шаг Бежал обратно К поезду Отдавая эти кассеты Каждый раз Проводницы были новые Никто специальную Проводницу не брал Через три года Разрешили ввозить Три наименования Через границу Таможня Образовались Помнились Да Помнились Да Эти три кассеты Это бедная проводница Чтобы провести эти кассеты Чтобы ее не выгнали с работы Распихивала по всем людям По три кассеты А потом Когда поезд останавливался Или таможенный проходил Она все эти по три кассеты Со всех людей Собирала обратно Это вообще Как бы Стало чуть-чуть дороже Стоить Естественно Но Таким образом Это все проходило В 10-25 Поезд пришел Чтобы понятно было 400 400 латов Долларов Долларов Плюс все эти расходы До 500 До 450 Точно Не сумасшедшие деньги Но Сколько составляла Зарплата Ведь по-моему Зарплата составляла Значит 50 копеек Стоила сама ВХС кассета Она разная По длине была На нее Почему это важно Потому что Фильмы Которые ты получаешь В приходе Ты просто смотришь Длину кассеты Оригинала Сколько там Там всегда написано Сколько идет каждый фильм Первый фильм Столько-то времени Второй фильм Столько-то времени Вместе они влазят На кассету Например Два вида Трехчасовых кассет Было 2.95 Это один вид 2.55 2.55 2.55 Да 2.55 И вторая была 3.15 Вот на 3.15 Входило Два нормальных Полнометражных фильма А как только Ты имеешь Кассеты 2.55 И 55 И не хватает Этих 5 минут До 3.00 Ты вынужден Ночью не спать А каждые полтора часа Караулить Вырезать титры Чтобы два фильма Встыканулись На кассету Поэтому Очень большая проблема Была Закупить тот материал На который ты будешь Переписывать эти кассеты Все фирмы Которые Работали с Электрорадиооборудованием Начали закупать Видеокассеты Как только Они приходили на склад Звонили Алло Кассеты есть 3.15 Подхватываешься Прыгаешь в эту машину Деньги считаешь Тогда еще Никаких интернет Ничего не было Просто Налом вышвыриваешь Эти деньги Блокируешь Эти 10.000 Этих видеокассет Потому что Ты точно знаешь У тебя за неделю 2.000 Уйдет Пусть Они уходят Очень быстро Тем более Когда прокаты берут И дальше Ты еще У тебя спрашивают Кассет у вас нет Потому что прокаты Не имеют возможности Покупать оптом Они более мелкие Они покупают Кассеты в магазинах По более высокой цене И заработки у них Более низкие Потому что на прокате Ты не возьмешь деньги Как на продаже Для того чтобы Если бы мы не вставляли Декодеры в телевизор У нас бы не было Вот этих денег Которые мы закупили Такое количество Видеомагнитофонов Все это В первые 3 года Ввалилось просто Ну Я даже не могу Это объяснить как Ночью никто не спал Потому что Всем было интересно Посмотреть фильмы С утра Все это продать То есть Это был Кругооборот Вот это Где информации Где каких-то Технических познаний Потом пошли Принтеры Компьютеры Где ты наконец Начал набивать Эти названия Фильмов Цивильно На компьютере Выползали Этикеточки Там мы даже Какие-то Значки ставили Очень не к месту Будет это все Помянуто Потому что Когда начались Облавы по этим Птичкам Которые у нас были На кассете Зачем мы эти птички Цепляли До сих пор Не понимаю Это был Как бы наш Фирменный знак Вот с этим Фирменным знаком Так влететь Потом можно было Что мы уже Там перестали Его ставить Но Весь поток Кассет Который шел Он шел У нас приходили Списки Мы точно знали Что вбивать В принтеры Какие этикетки Делать Но мы никак Не могли Например в субботу Знать Что же в воскресенье Придет И сказать людям Какие фильмы Будут в понедельник Ну не могли На самом деле Это было не очень Нужно Потому что Все шли Просто за новым Через какое-то Время Год Может быть Люди Которые приходили Покупали эти кассеты Они начали Понимать Что им надо Поначалу Смотрели все Без разбора Ужас Комедия Боевик Там Драма Там плачут Здесь под стол Лезут Инсульт получают Что угодно Смотрели все подряд Через год Начали Дифференцировать Я точно знала Что вот идет человек Который Кроме боевиков Не будет брать Ничего Я лезла Выискивала Там ему Кассеты Приходили люди Которые Не знаю У меня был один Очень хорошим Он другом Остался до сих пор Мне Человек Который пережил Трагедию В своей жизни И после этой трагедии Он перестал смотреть Все фильмы Которые называются Приключениями Боевиками Ужасами Он смотрел Он смотрел Много Это публика Публика 90-х годов К соседу Трагедию И мы специально Говорит Сколько Где мое Все Где На Денег кинул Просто на прилавок Я даже Не Я точно знаю Что денег было больше Чем Потому что он Заказывал Я для него ездила Я платила билеты В Москву Я тащила Надрывалась Копировала Туда-сюда Я продала Не оригиналы Я продала копии Оригиналы Остались у меня Но он Тогда заплатил Деньги Просто за все За всю поездку За все оригиналы За все Я увидела Там чуть ли не Тройную сумму денег И он был Настолько благодарен Вот ему нравилось Эти вестерны Может быть Это какая-то В вестернах Есть то Чего нет Ни в одном фильме Там есть Человек Слово Всегда Там всегда Добро побеждает Зло И там всегда Есть какая-то Интрига С Человеком Который Наводит порядок Очевидно Вот этот человек Наведение И наведение Ним порядка Оно Как бы Было лейтмотивом В его жизни Или Может быть В его представлении Как оно должно быть Но вот Ему нравились Эти вестерны Кстати нравились Очень многим людям И были те люди Которые покупали Возвращение в Эден Все там Чуть ли не Там Не помню 12 кассет Было Полной Хрени Вообще Простите за выражение Все смотрели Тогда только Какие очки Какой бантик У нее Как она эту Блузочку заправила Она же Давай я сошью Эту юбочку Но там больше Смотреть не на что было Там интрига была Там все время Что было намешано Если меня после первого Серии Спросить о чем серия Я бы и повторить Не смогла Но что-то было Точно Кто-то Куча имен Масса актеров Все жутко красивые Все накрашены Утром встают Вообще У них прически уже сделаны За ночь Ну и в общем Все это было Как бы те люди Которые любили Вот это Красивое А что Эти люди Богатые люди Которые могли Позволить тебе Прикупить кассеты Показывали своим детям Какую Анимированную продукцию То есть эти Голливудские Больше Диснеевские Ну насколько я помню Последний Рисованный фильм Был Алладин И все Голливудские Мультфильмы Которые С 33 года Рисовались Руками То есть Никакой компьютер Ничего к ним Не притрагивался Покупались Для детей Очень многие люди Покупали Том и Джерри Прямо по 10 кассет И какую-то эпоху Мультипликации Где вообще Были фильмы Ну Типа там Плуто Бегали То есть в одну сторону бегут В другую сторону бегут Но дети это смотрят Очевидно просто для того Чтобы получить Какую-то на Час-полтора Отдушину От ребенка Который тебя там Задушил тебя буквально Чтобы ты ему Внимание уделял Вот ставишь телевизор Включаешь Том и Джерри Или что-то такое Дети смотрят На быстро меняющиеся Картинки Покупали очень много Этих мультфильмов Мы Некоторые кассеты Переписывали Которые у нас Не продавались Иногда там Накладки всякие Получались Когда мы Какую-то часть Порнографической кассеты Не успевая Стереть конец Писали мультфильм Но кассета Заканчивалась раньше Например Давай Вот эти 55 Это мультфильм А порнуха Шла 3.15 Вот помню Человек пришел Поставил мне эту кассету Сзади два охранника Стоят И думал Сейчас он меня пристрелит Но он мне говорит Знаешь Какая ерунда получилась Думаю Что дети Говорят мультфильм Они так хихикали Хихикали А потом замокли А вроде уже Три часа прошло Я думаю Что такое надо посмотреть Захожу Говорят Боже Вы там что-то Не дотерли Я готова была Там провалиться Чуть не убила На студии всех Кто писал эти кассеты Говорю Стирайте хвосты Что ж такое Я говорю Да терпите Пока кассета Сама отщелкнется Потому что система Когда кассета Не дотерта Это когда ты В истерике Ее пишешь У тебя не хватает времени И когда заканчивается Оригинал Оригинал дает звук Просто звуковой сигнал И тогда тот кто пишет Он может выдернуть силком Кассету Не дошедшую до конца И если она была Длиннее по времени И до этого На ней что-то было написано То могли быть сюрпризы То могли быть сюрпризы Да В конце А как вообще Передавалась вот эта информация Приходило 20 кассет То есть это 40 Ну условно говоря 40 фильмов Что Каким образом Удавалось их отсмотреть Чтобы рассказать потом клиентам Что это за фильм Хотя бы вообще Что за жанр Часть фильмов Я смотрела сама Вот при том Когда я в понедельник Вставала к прилавку С утра Я могла рассказать Только то Что я видела То есть первые 3 кассеты Оригинала Я могла поставить В три стойки У следующих людей Которым я отдавала в аренду Пришедшие оригиналы Может быть Было поменьше Возможности И они брали По одной кассете Вот кассеты шли по кругу Они шли все воскресенье По пяти человекам Которые Часть из них имела Дорогие видеопрокаты Им нужны были первые копии Часть Как бы Давалась на продажи Продавали только мы И у меня было На утро Должно было быть Примерно 13 видеопрокатов Которые я отдавала Полные коробки С этими кассетами Часть уже писалась За понедельник По второму разу И были люди Которые приезжали Из Дауговпилса Из Венспилса Вообще просто Из Елгова Из Лепа Они приезжали Вечером Просто домой И там забирали Эти кассеты Посмотреть За ночь Я конечно могла Что-то Но Какие-то фильмы То есть ты вставляешь И ты сидишь Просто смотришь Если они неинтересные Ну я Не могу так Вот себе позволить Такую роскошь Еще неинтересные Фильмы досмотреть Были фильмы Которые Не в состоянии Выдержать Потому что я вижу Что он Очень хороший Но он мелодрама Я не могу смотреть Мелодрамы У меня это Непереносимость Непереносимость К мелодрамам Иногда сажусь И досматриваю до конца И все хорошо Но так чтобы я В здравом уме И светлой памяти Сказала давайте сядем Посмотрим мелодраму Такого еще не было Никогда в жизни И я начинала смотреть Понимала что фильм дорогой Хорошая Запоминала кто играет Смотрела режиссер И на этом заканчивался Мой просмотр Какой-то багаж С тем что я что-то знаю Я в понедельник имела Почему в понедельник Приходили только видеопрокаты В основной массе Во-первых люди все знали Что я ничего не знаю Про фильмы В понедельник Я их еще не видела А во-вторых Видеопрокатам все равно О чем там фильмы Они там в своем прокате Ставят девочку Она тоже ничего не знает Дают 30 копеек Дал кассету Вот какую попала Тот и дал Боевик написано А хороший? Наверное хороший Ну как попала Так попала Поэтому вот наверное Люди разделялись На те кто Покупал себе В коллекцию Составлял эти коллекции Те которые Просто в видеопрокате Ходились смотрели Это конечно И материальный уровень разный Но С течением Какого-то времени Ты начинал понимать Что если стоит имя Режиссера какого-то Не знаю Ридли Скотт например Или Камерон Или что-то еще такое Известное имя То этот фильм просто априори Не может быть плохим Если есть какие-то имена Актеров Которые ты привык Понимать Что в этого актера Он дорогой Он требует Денежного вознаграждения Значит фильм должен быть Дорогим Раз фильм дорогой У тебя Липится все одно за другое Он как понимаете Дорогие кроссовки И дорогие шнурки И ничего в них не распадается И ты какое-то время Их носишь И ты доволен этим всем И удобно И все-все в соединении Но так же было с фильмами Поэтому на вторник Я знала уже больше Потому что раздавала Половине Дворца спорта Вечером кассеты На ночь посмотреть А с утра Они все пересказывали Мне содержание фильма И ставили мне Просто пятибальную систему Такой фильм Вот это класс Слушай Вот этот не продавай А вот этот второй Ты знаешь Он вообще кто-то больной Его снимал На коленке Вообще его не показывать Нельзя его вот прямо Сразу вытереть И пусть только за один фильм Денег брать На среду кассеты Которые мы писали Полностью В комплектации С оригинала В среду с утра Их уже не было Они были только Понедельник по прокатам И оставшиеся хвосты Какие-то На вторник Со среды шли Кассеты С комплектованными Фильмами Их становилось Типа новых фильмов Уже там Условно Не полностью пришедшие Эти 20 кассет А 10 Они были соединены Они были на кассетах Которые точно были 3.15 Там все влезло Ничего не перетерто Не переписанное Никакой спешки не было И люди уже могли приходить И покупать Именно то Что им нравится И то Что они хотят Были люди Которые приходили Каждую неделю Выкупали Ну как бы Те люди Которые ходили с охраной Они честно говоря Выкупали Как выкупали Так и выкупали Я не знаю Куда они ставили Но очевидно Большие были площади Условий домашних Где можно было Хранить эти кассеты Но через 5 лет Ну как бы Всему как известно Конец приходит Наверное знаете Это пелена Моего гипнотического Воздействия на людей Она закончилась И просто Наверное по причине Того что никак Не войти в квартиру Потому что куда ни повернись Везде кассеты стоят И начались системы Обменов Переписывания Этих кассет И в общем Короче Это началось уже так Что бизнес начал Чуть-чуть такой Тягомотный что ли Или более Требующий Более такого Кропотливого труда Вложения Ответственности Вот если сегодня Он заказал Эти 5 кассет Переписать То завтра Они уже должны быть Иначе он вообще Про них может забыть Если он не пришел Завтра кассеты Его боляются Под ногами Мешают мне жить В том месте Где я стою И это мое рабочее место Ну очень были такие Вариации с тем Что начали мы работать На то что мы сами Ездили на горбушку И начали закупать Уже выборочные Те фильмы Которые реально Старые Красивые И ну С историей С именами Потому что То что вам будут Ну неоднократно Заказывать Да классика То что является классикой И очень конечно Сильно на меня Как бы Производило впечатление Те люди Которые приходили Делились Чем-то своим Пока он стоит Покупает кассету Он может что-то Рассказать Про себя Я знала Об этих людях Очень много Некоторых из них Убили На каких-то похоронах Я была И я никаким образом Не знала человека Настолько Насколько я должна Была бы прийти На эти похороны Но так как он Помогал мне жить Тем что покупала У меня эти кассеты Он улыбался Я видела Как выглядит его жена Как выглядит ребенок И что-то еще И слышала о чем он говорит По телефону Пока стоит возле меня И когда Вдруг приходят И говорят Что этого человека нет Каким бы плохим Он не был И я понимаю Что надо много Сделать пакости Чтоб тебя Прикончили Но Все равно Было очень жалко И ты какое-то время Ну Через тебя пропустив Эту информацию Очень Я переживала Реально И на всех На них смотрела И все время думала Кто следующий будет Ну и наверняка Ведь многие Из них Сейчас Стали Очень хорошо Себя чувствуют Стали уважаемыми людьми У очень многих Есть именно Те компании Которыми они управляют Которые по их Как бы По специфике Их работы Очень близки То есть это Юридические компании Какие-то компании По продаже недвижимости Очень у многих Разные Вариации в жизни Но Лично Те люди Которые были Вот что называется Моей крышей У них юридические услуги Компания Совершенно правильная Люди Совершенно правильные Ничего у них в жизни Не поменялось Они как покупали продукты В МЦ-квадрате Так и покупают И никто из них Никуда не сел Никого не пристрелили То есть В моем представлении Правильность Какой-то Правильной Позиции Шаги Они никогда Не приведут К тому Чтобы все пропало Значит Мне вообще повезло В жизни Что я общалась Вот Ну С теми У кого все хорошо Я очень этому рада Ну что же У нас К сожалению Закончилось И время нашей программы Программа Синема Мы сегодня Вспоминали эпоху Видеопрокатов Наталья Алексеева Сегодня была у нас в гостях Спасибо большое До свидания До свидания